то этот человеческий капитал в республике Молдова закончится, проще говоря, не будет людей, не будет экономики. Как можно иметь 26% пенсионеров с полным трудовым стажем, пенсия которых дает им возможность жить только в условиях всеобщей бедности? Трактористы на севере Молдовы зарабатывают и до 1000 долларов, потому что их просто нет, и им вынуждены такие деньги платить. Инклюзивное общество, то есть общество, в котором нет лишних людей, в котором никого не забыли. Идейная убежденность практически отсутствует, там другие ориентиры и другая мотивация. Я думал, они там производят в сельском хозяйстве продукты с высокой добавленной стоимостью, тюльпаны, сыры и так далее. Они картошки производят больше, чем Белоруссия. Современная система научилась выдавливать из бедняков голоса в свою поддержку на выборах. Добрый день. Сегодня у нас в гостях Валентин Михайлович Крылов, политик. Но, тем не менее, мы пригласили его на экономическую передачу, чтобы поговорить о социальных проблемах. Поскольку Валентин Михайлович был в социалистической партии, и хотя социалистические партии у нас в какой мере они защищают социальные права, мы об этом сейчас как раз и поговорим. Но, с другой стороны, так или иначе, социалистическая партия с момента своего возникновения вынуждена была становиться в определенное отношение к этим проблемам. И Валентин Михайлович в них неплохо разбирается. Добрый день еще раз. Добрый день. Действительно, маленькое уточнение. В данном случае, видимо, надо говорить о партии социалистов. У нас, конечно, мы начинали, кстати, вместе с вами в рядах именно социалистической партии. Ну, та социалистическая партия после известных событий конца 90-х годов перестала быть значимой на политической арене. И ее как бы активно, насколько это было возможно тогда, заменила партия социалистов. Начиная с 97-го года и по сегодняшний день. К великому сожалению, надо признать, что сегодня те партии, которые имеют хорошие привлекательные вывески, это, несомненно, партия социалистов, отчасти партия коммунистов, скорее всего, лишь ограничиваются привлекательными вывесками, которые в конечном итоге людям наемного труда, скажем так, прежде всего, наемным работникам, мало что дают. То есть у нас, я бы сказал так, для начала передачи, здесь две можно выделить проблемы. Это недостаточная деятельность политических формирований левой ориентации и, несомненно, проблема профсоюзного движения. Ну, давайте мы тогда для слушателей немножко уточним ситуацию и проблему. Значит, на прошлой передаче с господином Костандаки, вот он сказал совершенно замечательную фразу о том, что если человек не будет защищен и, соответственно, не будет достаточных вложений в человеческий капитал, как любят говорить экономисты, то этот человеческий капитал в Республике Молдова закончится, проще говоря, не будет людей, не будет экономики. И отсюда важность социальной сферы, которая защищает человека и делает его жизнь устойчивой, прогнозируемой, планируемой, чрезвычайно велика. Потому что если мы хотим планировать экономику, развитие экономики, то и каждый человек должен планировать свою жизнь. А ведь человек вынужден ее планировать на достаточно длительный период поступления на учебу. Я должен примерно понимать, что мои инвестиции в образование и через 10, через 20 лет будут востребованы. И так далее и тому подобное. Поэтому, возвращаясь к проблеме политических партий, я в 1993 году действительно участвовал, помогал, так сказать, создавать социалистическую партию. Мне казалось, что эта партия все-таки пойдет по пути защиты социальных прав. Именно исходя из соображения, что защита социальных прав – один из важнейших компонентов экономического развития. Но партия в основном сосредоточилась на вопросах, или, по крайней мере, может мне так показалось, на вопросах, больше связанных с межнациональными проблемами. А потом флаг был взят коммунистической партией, которая стала наиболее массовой. Но коммунистическая партия, собственно говоря, не столько отстаивала, сколько, наверное, эксплуатировала эту тему до 2001 года. После 2001 года, в общем-то, вся социальная защита свелась к росту определенного рода компенсаций, пенсий. Это вещь необходимая, но недостаточная для того, чтобы человек себя чувствовал уверенно в этой жизни. Отсюда вопрос вам, как человеку, который давно в этом политическом движении левом. Как вы считаете, почему у нас все-таки нет левых политических движений, настоящих левых, которые действительно отстаивают социальные права? Я полагаю, что все-таки в начале 90-х годов, когда рождалась прежде всего социалистическая партия, в 92-м году она уже была зарегистрирована. Коммунисты появились по объективным причинам несколько позже, они просто на тот момент, после событий 91-го года в Москве, были запрещены законодательно. Не вполне законно с точки зрения законодательства, но это уже потом пришлось доказывать свою правоту в судах. Но, тем не менее, коммунисты были выключены из игры законом на тот момент, определенными решениями законодательных органов. Без подключения судебных инстанций. Поэтому, как говорится, на авансцену политическую вышла именно социалистическая партия. Социалистическая партия все-таки кое-чего добилась в плане того, что появился не самый плохой закон об образовании. И отчасти не самый плохой закон о здравоохранении. Ну и к этому можно добавить. Валерий Михайлович, извините, что я вас перебью. Нет, это вся предыстория, она важна. Я именно к этому и свожу. Главное достижение, с моей точки зрения, заключается в том, что была принята конституция, в которой, в принципе, социальное государство зафиксировано. Это самое важное. А вот дальше практическая деятельность политических формирований, как социалистической партии, пришедшей ей на смену, потом партии социалистов, так и партии коммунистов, ограничились, вы правильно сказали, в значительной степени. И эти привлекательные для людей вывески, они использовались больше с точки зрения, особенно в последнее время, особенно в последние годы, с избирательной точки зрения, для того, чтобы получить поддержку на выборах. Ну, у нас сейчас и ПАС это тоже самое сделал. То есть, фактически, сейчас почти все используют эти вывески. Вывески используют. Лозунги, правильнее сказать. ПАС скорее делал акцент на борьбу с коррупцией. Это тоже важный социальный аспект. Нет, 2000 лей пенсии – это серьезный лозунг для избирателей. А я думаю, что мы по ходу нашей передачи выйдем на этот параметр 2000 лей. Он очень интересный, именно 2000 лей. И как раз, может быть, вот этот параметр и является некой отметкой, даже основанием для того, чтобы те, кто нас слушает и смотрит, правильно оценили, о чем идет речь. Что такое 2000 лей, откуда они появились, что было до того и чего нам ждать в ближайшее время. Это очень важная отметка, особенно если учитывать, что с 1 октября увеличено более чем на 300 лей пенсии вот эти до 2000 леев лицам, имеющим полный трудовой стаж, находящимся на пенсии, но пенсии которых было менее 2000 леев. И таких оказывается 180 тысяч. Так вот, 180 тысяч от общего количества пенсионеров составляет 26%. И тогда мы можем четко сделать с вами вывод. Левые партии каким-то образом, фактически, будучи в парламенте, не сумели обеспечить реальную борьбу за права тех людей, которые за них голосовали. Потому что 2000 леев сегодня, вчера, позавчера, это критерий бедности. И не более того, это критерий бедности. Выше, чуть лучше, ниже, мы уже в области бедности. То есть, как можно иметь 26% пенсионеров с полным трудовым стажем, пенсия которых дает им возможность жить только в условиях всеобщей бедности? Даже меньше, чем бедность. Ну, у нас есть, как бы, согласно международным критериям, есть два критерия. Это бедность, как бы, общая и бедность крайняя. Крайняя бедность, это порядка 1695 леев на человека в месяц. Вот если меньше, то это крайняя бедность. Если к этой сумме добавить 400 леев, то получится общая бедность. Вот такие критерии сегодня международные, которые позволяют нам каким-то образом, вот, все-таки упорядочить понятие бедность-небедность. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я считаю, что основной проблемой левых сил было то, что они не способствовали ни на законодательном, ни на практическом уровне формирования боевого профсоюзного движения. Но это второй аспект, значит, насчет профсоюзного движения. А первый аспект, что они вообще, в принципе, не отстаивают вот ту цифру, которую вы сказали. Совершенно верно. Это говорит о том, что в течение многих лет... Длительного периода времени... Имея возможность... Совершенно верно. Совершенно верно. Это и есть основная оценка по факту деятельности левых сил Республики Молдова прежде всего. Это не снимает ответственности с остальных политических игроков. С чем это, как вы считаете, с чем это связано? Связано с тем, что у нас нет понимания важности социальной сферы, важности того, что емкость внутреннего рынка... Оставим это, у нас все любят говорить о потребительском рынке, о емкости рынка, просто устойчивость человеческой жизни. Потому что у нас сейчас сложилась ситуация, когда даже люди, которые более-менее неплохо здесь зарабатывают... Я знаю, например, программистов, которые очень неплохо зарабатывают, работая в иностранных компаниях здесь. И до определенного момента они не собирались уезжать. Мотивируя тем, что соотношение заработок-расход здесь, в принципе, то же самое, что работать где-нибудь в Голландии и так далее. Но сейчас общая неустойчивость жизни, отсутствие перспективы, отсутствие социальной защищенности ставят перед ними острый вопрос. И очень многие собираются уезжать. Так это люди достаточно обеспеченные. Ну, программист хороший, получают очень неплохо по молдавским меркам. А люди, которые менее обеспечены, которые работают на, скажем, физическим трудом, зарабатывают. Даже если он зарабатывает, скажем, тысячу долларов, вот мне сейчас недавно сказал товарищ, что трактористы на севере Молдовы зарабатывают и до тысячи долларов, потому что их просто нет, и им вынуждены такие деньги платить. Тем не менее, заработная плата не снимает проблемы социальной жизни, устойчивости этой социальной жизни в целом. Вот почему у нас партии не ставят этот вопрос? Я думаю, вот для того, чтобы попытаться вместе ответить на этот вопрос, я возьму за основу тот документ, который существует в Республике Молдова. Ну, вот он существовал, во-первых. То есть, я имею в виду национальную стратегию развития. У нас есть национальная стратегия развития. Или, точнее, стратегия национального развития. С 2030 года, вы знаете. Значит, у нас была первая стратегия национального развития, была принята в 2012 году и охватывала период по 2020 год. Значит, та стратегия, которая закончилась в 2020 году, предполагала экономический рост и снижение уровня бедности. Вот основная цель ее была именно такая. То есть, они именно рассматривали экономический рост через призму человеческого потенциала. То есть, в принципе, на бумаге все правильно. На бумаге? Абсолютно. А в реальности? В реальности, уже формируя стратегию, национальную стратегию, точнее, стратегию национального развития, более правильно так называется этот документ, до 2030 года, она была принята в ноябре 2018 года. То есть, как бы заранее. Понятно. И направлена была в парламент. Я повторяю. В ноябре 2018 года. В парламенте на нее не отреагировали. Спустя полтора года, 10 июня уже 2020 года, когда предыдущая стратегия национального развития завершалась, в том числе и на бумаге, была принята новая редакция стратегии национального развития. На следующие 10 лет, до 2030 года, правительством, 10 июня 2020 года. Что нам дают эти цифры? Нам это дает вот что. Прошел год и три месяца, 10 июня 2020 года, правительство уже кику. Тот первый документ, о котором я сказал, ноябрь 2018 года, был принят правительством и подписан соответствующими министрами правительства Павла Филиппа. А через полтора года этот документ снова пошел в парламент, уже от правительства Иоанна Кику. И он до сих пор парламентом не рассмотрен и не принят. То есть у нас на сегодняшний день нет стратегии развития? Стратегия есть на уровне одобрения правительства, но не одобренная парламентом. То есть она не одобрена? Фактически, юридически, этой стратегии нет. Хорошо. А год-то уже ушел, 21 год входит в эти 10 лет. Понятно. Хорошо. А что нам это дает в плане той темы, которую мы обсуждаем? Вот, она имеет самое прямое отношение. То есть она, это стратегия национального развития, фиксирует 4 столпа, которые предполагают решение 10 долгосрочных задач. И все они связаны с человеческим потенциалом. То есть они четко увязывают экономический рост с человеческим потенциалом и очень правильно в этом документе фиксируется понятие качества жизни. То есть с определенными критериями качества жизни. То есть получается, чтобы ответить правильно на ваш вопрос, депутаты всех оттенков политических, всех цветов почти радуги не реагируют на документ, основной документ. Да, он рамочный, он рамочный документ. Но он предполагает, что любой конкретный документ, который связан с политикой на отраслевом уровне, на местном уровне, на республиканском уровне, должен обязательно соответствовать стратегии национального развития до 30-го года. Почему? Потому что от каждого практического шага по росту экономики предполагается улучшение качества жизни человека. Более того, там очень есть хорошее понятие инклюзивное общество. То есть общество, в котором нет лишних людей, в котором никого не забыли. В котором никого не забыли. И вот эти 10 задач, которые там сформулированы, долгосрочные задачи, они в чисто экономическом плане, в чисто экономическом плане, ну, пожалуй, только первая задача, которая связана с увеличением доходов от устойчивых источников, она является чисто экономической. А вторая часть даже вот этой первой задачи, долгосрочной, уже называется снижение экономического неравенства, смягчение экономического неравенства. Ведь смягчение экономического неравенства – это уже человек. Это уже забота о человеке. Вы можете хотя бы кратко для наших слушателей пройтись? Да, вот первая задача. Не расшифровывая чисто. Да, вот первую задачу я назвал. Это рост доходов из устойчивых источников и одновременно смягчение экономического неравенства. Второе – это доступ гражданина к инфраструктуре, начиная от хороших дорог, кончая газификацией, услугами водоснабжения, канализацией и так далее. А третья, которая подходит вот к первому столпу, первый столб называется устойчивая экономика. Устойчивая всеобъемлющая экономика. А третий столб, он очень интересный. Он говорит о необходимости улучшения условий труда и сокращения неформальной занятости. Прямое отношение к человеку. Потому что любая неформальная занятость – это никакая пенсия, это отсутствие нормальных трудовых взаимоотношений и так далее. И многое-многое другое, касаясь и того же страхового полюса медицинского и так далее. Вот это первый столб. Второй столб – это чисто человеческий потенциал. Он предполагает обеспечение качественного образования, современного, которое предполагает возможность непрерывного обучения независимо от возраста. То есть ставится такая общеевропейская, общемировая задача, что человек должен иметь возможность учиться независимо от своего возраста. Всю жизнь, непрерывное образование. Всю жизнь, да, совершенно верно, непрерывное образование. О, он еще поставил эту задачу. Да. Следующая в этом же плане долгосрочная задача – это реализация фундаментального права на улучшение физического и психического здоровья. Очень важный тезис. Очень важный тезис. Особенно в наших условиях. Особенно в наших условиях. Третья задача в этом втором как бы столбе – это наличие всеобъемлющей надежной социальной защиты. Это и пенсионное обеспечение, и различные пособия, это и забота о семье, многодетных семьях, о семьях, в которых нет родителей и так далее, и так далее. Это очень важный блок. Очень важный блок. И четвертая задача, которая ставится, напрямую имеет отношение к человеку и к семье в новых условиях. Ведь семья – это ячейка общества. Она формулируется таким образом – создание условий, балансирующих взаимоотношения работы и семьи. Вроде бы раньше так вопрос не стоял. Но верный вопрос. Создание баланса между работой и семьей. Правильно. Потому что сегодня очень часто человек работает вне семьи, вдали от семьи. Не имеется в виду, что он вышел на работу, а потом может вернуться домой. Понятно. А он работает совершенно в другом месте. Далеко. Далеко. Вот это второй столб – это чисто человеческий потенциал. Чисто человеческий потенциал. То есть мы вот в этих двух столбах перечислили семь из десяти долгосрочных задач. Осталось еще три задачи. Одна задача – это благоприятная окружающая среда. Которая тоже, кстати, напрямую связана с человеком. Напрямую связана с человеком. И обеспечить эту благоприятную среду обязано, конечно, прежде всего государство. И еще один столб, очень важный – это эффективные госучреждения. Которым фактически вменяются две основные долгосрочные задачи. Это всеобъемлющее и качественное, эффективное управление делами. И одновременно им ставится задача – обеспечить верховенство закона. Но исключительно важное для Республики Молдова составляющие. Просто исключительно важное. И кроме того, второй пункт – они обязаны, также эти учреждения государственные, обеспечить продвижение общества не только безопасного, не только здорового, но и инклюзивного. То есть, включающего себя всех граждан. В том числе, независимо от возраста, от ограниченных или неограниченных способностей и так далее. Вот мы перечислили 10 задач. По-моему, в принципе, на бумаге все написано очень правильно. А вот теперь мы можем с вами спрогнозировать, а что мы думаем будет через 10 лет. Я очень боюсь ошибиться. Дай бог, чтобы я ошибся. Но думаю, что я не ошибусь, если скажу, что почти ничего не изменится. Да, вы, конечно, оптимистически смотрите на эту жизнь. Но отсюда давайте вернемся к исходному пункту нашего разговора. Потому что любая бумага, любая бумага сама по себе не двигается и ничего не сдвинет в этой жизни. Основная проблема то, с чего мы с вами начали. Почему ни одна политическая партия, собственно говоря... Вот, например, у нас сейчас была партия коммунистов, которая в 2007 году рьяно билась за нулевой налог на прибыль для предпринимателей. Я разговаривал с одним экономистом, он говорит, понимаешь, вот в свободной экономической зоне инвесторы, ну зачем им этот налог? Они и так прибыль показывают ноль, и они и так не платят никакого. Что он есть этот налог, что нет этого налога. А вот то, что нет квалифицированной рабочей силы для того же инвестора, это очень важно. То есть партия коммунистов, которая билась за нашу экономику, наверное, лучше бы билась за то, чтобы у нас были квалифицированные кадры, соответственно, образование и прочее, прочее. Но почему-то она за это не бьется. Она бьется почему-то за права предпринимателей, которые еще не факт, что этим самим предпринимателям они-то особо и нужны, эти права, за которые они бьются. Это вот интересный парадокс. Ведь это партия коммунистов, да? Коммунистическая партия, само название-то какое. Я помню, как в 2001 году Владимир Николаевич с делегацией попал в штаб-квартиру НАТО, и все в штаб-квартире НАТО шутили. Вот, доигрались коммунисты в штаб-квартире НАТО. Ну, понятно. Мир, конечно, изменился, и уже от времен холодной войны и так далее мы ушли к другим временам, когда возможен диалог, когда возможны переговоры. Но, вместе с тем, вот мое глубокое убеждение, как человека, который отдал политической деятельности порядка 25 лет, я считаю, что сегодня политический класс, в той части, в которой он относится к левым политическим формированиям, страдает практически тотальным отсутствием убежденных людей. То есть, там люди находятся не по идейным убеждениям, это не креда их жизни, это не их мировоззрение, левая доктрина, доктрина справедливости. Именно справедливости. Ведь ключевым словом вообще, не только для левых, а вообще для всех является слово все-таки справедливость. Человек не всегда его называет, не всегда у него, может быть, ассоциируется с этим словом. Но на самом деле, если разбираться более глубоко и всесторонне, то всегда приходишь к выводу, что в конечном итоге для человека слово справедливость или несправедливость, как альтернатива ему с другим знаком, является ключевым. Так вот, для людей, которые сегодня претендуют на серьезные политические посты, прежде всего, которые ведут борьбу от имени своих политических формирований, идейная убежденность практически отсутствует, там другие ориентиры и другая мотивация. Другая мотивация. То есть, можно сказать, что у нас просто под вывеской левых партий на самом деле находятся правые партии, фактически. По повестке дня, по задачам, которые они решают. Часто можно так сказать, что, по сути, они скорее похожи на политиков правого толка, чем на политиков, которые должны возглавлять левые политические формирования. Это действительно правда. Но я бы все-таки сделал акцент на том, что их идейная убежденность близка к нулю. Это очень важно, с моей точки зрения. Я с вами согласен, но это уже к вопросу об их внутренней мотивации. А я говорю о политической позиции партии. Можно я вам другой вопрос задам тогда? Тогда у нас получается, смотрите, что, по сути дела, вот эта повестка, по сути дела, не так уж и важно, кто ее будет продвигать. Ведь эта стратегия, о которой вы говорили, и все эти пункты этой стратегии, они фактически являются требованием наших партнеров по развитию, по большому счету. Понятие инклюзивной экономики, это пришло с Запада. Понятие человеческого капитала пришло с Запада, потому что западные страны, страны Евросоюза, Соединенные Штаты, передовые страны, скажем так, они прекрасно понимают роль всех этих факторов. И, по сути дела, они заставляют слабо развитые страны включать либо в стратегии, ну, двигаться в этом направлении. Получается, что, по сути дела, не так уж важно, какая партия возьмет на себя миссию продвигать эти вопросы. Ну, так можно ставить вопрос. Хотя, с моей точки зрения, первоначальная постановка вами вопроса, она более логична и более обоснована. Все-таки права наемных работников должны прежде всего отстаивать партии левой политической ориентации. Но для этого они таковыми должны быть. На сегодняшний день, конечно, для этого не сегодня сложилась эта ситуация. Я считаю, что на протяжении уже последнего значительного количества последних лет они таковыми не являются. Таковыми не являются. И если при их регистрации государственной в Министерстве юстиции в рядах этих политических формирований были люди идейно убежденные именно с точки зрения левой политической доктрины, доктрины социалистической, доктрины социальной справедливости, то сегодня в рядах этих политических организаций таких людей практически не осталось. Практически не осталось. У нас же, я насколько помню, кроме социалистической партии, коммунистической, была еще первая партия Республики Молдовы социал-демократическая. Это тоже партия левой ориентации. Но за все время ее существования я что-то очень мало помню момента, когда бы они выставляли именно, стояли на левой политической позиции. Но это я так как штрих, мы не будем сейчас обсуждать этот вопрос, это как дополнительный штрих ситуации. Да, но с моей точки зрения социал-демократия вообще в европейском, в мировом плане, она ведь отказалась от того, что лежало в основе социал-демократов, которые рождались в конце 19-го, начале 20-го века. Те социал-демократы ставили все-таки задачу трансформации капиталистического общества в другое общество, более справедливое. А ведущие социал-демократические партии современные, к концу 60-х годов, я имею в виду и Великобританию, и Францию, и Германию, из своих программ эти тезисы убрали. То есть этих положений у них в программе уже нет. Они считают, что современное, назовем его так, мягко буржуазное общество не нуждается в кардинальном реформировании, оно может подвергаться просто совершенствованию во благо граждан, живущих на земле. Это их точка зрения официальная, которая записана в их программах. Ну, тогда давайте вернемся мы тоже на землю и будем говорить о совершенствовании нашего общества. Хорошо. Программа не была принята. Тем не менее, проблема, обрисованная в этой программе национального развития, она все равно стоит. Конечно. Как вы считаете, на что надо было бы сейчас сделать упор, если мы хотим сохранить наш человеческий потенциал? Вот я сейчас в качестве цифры приведу. Путин сейчас заявил, что в России выделяется на ближайшие три года, будут выделены на социальную поддержку, подъем, благосостояние и так далее, 45 или 46 триллиона рублей. Это сумасшедшая цифра. Более того, проблема рождаемости будет решаться за счет того, что будет поддерживаться семья с ребенком не только в течение какого-то времени после рождения, но до окончания учебы этим ребенком. Кстати, я привел пример сейчас России. Россия здесь совершенно не самая передовая страна. Таким же образом и даже лучше решает этот вопрос Венгрия. У них демография сдвинулась в нужную сторону? С моей точки зрения, в продолжение того, что вы только что сказали, в каком-то смысле российский опыт для нас тоже очень интересен. Да, там другие экономические возможности, другие горизонты. Но нам тоже полезно послушать, какую главную проблему внутреннюю обозначил Путин, по-моему, вчера при открытии очередного созыва Государственной Думы Федерального Собрания. Он сказал, что низкие доходы населения. Ну так я вот как раз об этом и говорил. Низкие доходы населения. Теперь вернемся к нашим проблемам. Вот для того, чтобы стратегия национального развития... Извините, вы не забудьте, я, поскольку, чтобы у нас не было такое впечатление, что мы сейчас говорим только о России, я могу сослаться на Румынию. Сейчас правительство Румынии предусматривает серьезные компенсации в связи с подъемом цен. Причем, если у нас хотят делать адресные компенсации, то есть это значит, что человек должен побегать и пособирать разного рода бумажки, то они пошли другим путем. Первые 100 киловатт, первые 1000 кубометров, то есть исходя из соображения, что малоимущие он не будет потреблять лишнее. В любом случае. И у них не будет проблем с этой бюрократией, которую у нас придется разводить. Это когда политический класс... Мы хотим, не хотим, мы проблему политического класса обойти совсем не можем. Это когда политический класс обладает хотя бы частично ответственностью. Ответственностью перед людьми, перед гражданами. Потому что все они получают мандат на правление, либо в роли правящего большинства, либо в роли оппозиции, но все равно мандат на какое-то управление государственными делами. Они обязательно должны отличаться ответственностью перед теми, благодаря кому они попали в эти органы власти. И даже те, кто находится в исполнительных органах власти, которые не непосредственно населением избраны, а не назначены, допустим, парламентом или каким-то другим образом, все равно это все производные того органа, за который голосовал народ. А у нас политический класс в этом плане ответственность свою теряет на следующий день после выборов. Так вот мы возвращаемся к нашим делам. С моей точки зрения, у нас есть несколько исключительно важных вопросов, которые нельзя игнорировать. И первый вопрос – это собираемость доходов. Вот возьмем бюджет на этот год. Бюджет Республики Молдова, принятый законом о государственном бюджете на 2021 год. У нас доходы определены в пределах 41 миллиард леев, а расходы 55. И дефицит бюджета составляет более 25%. Мы такие несостоятельные. Я сейчас как бы мысленно дискутирую с политическим классом, с теми его представителями, которые находятся при исполнении обязанностей. Неважно, в оппозиции или в составе правящего большинства. Почему у нас такая большая разница между доходами и расходами? Почему такой большой дефицит государственного бюджета? Ведь в этих 55, которые утверждены на расходы, около 3% – это гранты. Поэтому покрытие за счет наших внутренних источников, наших потребностей еще меньше. На уровне 72%. Валентин Михайлович, это понятно, эта проблема много раз звучала. Она, может быть, много звучала, но нужно достаточно точно определить причины, почему это так. Давайте определим. Вот я рискну сказать, что не потому, что у нас неоткуда брать деньги в бюджет. А почему? То есть неформальная экономика должна стать предметом серьезного рассмотрения и в парламенте, и в правительстве Республики Молдова. И мы никуда отсюда не уйдем. Вы имеете в виду, что большая часть экономики находится в серой зоне? Ее можно называть серой зоной, можно называть теневой экономикой, как угодно. Теневая экономика, вот мировой банк рекомендует не использовать термин, несут негативные темы. Понятно. Поэтому я использовал термин, который фигурирует, неформальная экономика. То есть неформальная экономика, в которой есть и неофициальная занятость, и уклонение достаточно существенное от налогов и так далее. То есть я не верю в то, что в Республике Молдова... Ведь вот я исхожу из чего? Смотрите, это понятно. Вопрос, как решить эту проблему. Есть два способа решения проблемы. Нет, нет, здесь нужно внести одно важное дополнение. Вот определили на данный этап наши расходы 55 миллиардов леев. Я считаю, что на самом деле наши расходы должны быть существенно выше. Понятно. То есть резали, как могли всех. Всем резали. Я сейчас не буду развивать тему, надо сокращать государственные расходы. Надо сокращать государственные расходы. Надо повышать работу, эффективность работы государственных органов, но не за счет раздутого аппарата и так далее. Это чуть-чуть другой аспект экономии и выигрыша денег. Это тоже резерв. Но когда мы говорим о том, что у нас... Вот возьмем структуру этого бюджета. Мы же говорим о социалке сегодня. Смотрите. Если собрать расходы на образование, именно расходы, которые вытекают из госбюджета, которые приняты загоном, если взять затраты на образование, здравоохранение, социальную сферу, сложить эти доли, то получится 48% от всех расходов, утвержденных в госбюджете. 48%. Это большая доля в бюджете. Это большая доля. Но если мы поищем там долю на инвестиции, то мы там почти ничего не найдем. Ну, так называемые капитальные вложения. Они совсем невелики. Подождите. Давайте мы сейчас отделим немножко ситуацию. То, о чем вы говорите, это речь идет просто об экономике. Мы говорим о социальной сфере. Я говорю о экономическом развитии в контексте того, что экономическое развитие возможно, если оно приводит к повышению качества жизни человека. И если человек, понимая это, мотивированно, активно участвует в этом процессе. Ну, смотрите. Вот вы говорите, что у нас большая доля экономики находится в серой зоне. Ну, так ее назовем. Пребывание в серой зоне, кроме того, что это не дает государство налогово и так далее, оно совершенно некомфортно для человека. Как для предпринимателя, так и для работающего человека. Потому что неустойчивая ситуация. Нет пенсионного стажа, нет социальных выплат и так далее и тому подобное. Поэтому человек, в принципе, заинтересован в том, чтобы перейти в белую зону. Вопрос в том, почему он продолжает там работать. Потому что, очевидно, невыгодно переходить в белую зону. Очевидно, один из шагов увеличения вот этих доходов поступления, это вопрос налоговой реформы. Я разговаривал с одним экономистом, мы еще к этому вопросу обязательно вернемся здесь, в передаче к вопросу налогов. Он мне сказал, что у нас примерно 9 налогов дает основную часть поступления. В сумме у нас около 100 налогов. Оставшаяся часть налогов фактически на их администрирование тратится больше, чем мы получаем доходы. В смысле? И так далее. Я сейчас не готов утверждать, так это или не так. Я не изучал этот вопрос. Вопрос не в этом. Вопрос состоит в том, что перевод из серой зоны в белую возможен двумя путями. Усилением репрессий и созданием комфортных условий для перехода в эту зону. Выгодности, стимулирование этого перехода. Почему у нас не происходит? Почему у нас так велика доля этой серой зоны? Я думаю, что в значительной степени... Нам трудно сейчас с вами количественно определить... Мы не будем говорить количественно, но неважно. Но я считаю, что она очень большая. Мы это понимаем. Она не только могла бы обеспечить сокращение существенно, если не ликвидацию дефицита государственного бюджета. Я даже рискну предположить, что она могла бы обеспечить и более высокие расходы. Понятно. Вопрос в том, как это сделать. В чем проблема перевода? Я думаю, что все-таки разговоры о том, что мы душим производителя налогами, не вполне обоснованы. И приведу пример из структуры нашего внутреннего продукта. Извините, я вас перебью немножечко. Я сейчас не говорю про налоги. На самом деле, производителя можно задушить десятком разных способов. От бесконечных придирок и заканчивая тем, что вот сейчас произошло. Придирки кончаются штрафами, скорее, не налогами. Неважно. Я имею в виду... Или взятками. Вот характерный пример. Например, годами, вот последние 10 лет стимулировали посадки садов. Потому что выгодно выращивать хорошую плодовочную продукцию и так далее. Посадили, люди инвестировали и так далее. В этом году кризис сбыта. Почему? Потому что большое количество предприятий было ориентировано традиционно по-прежнему на Россию. Хотя у нас говорят о том, что в Европу у нас мы переориентировались. Тем не менее, большой объем продукции по-прежнему ходил на Россию. Пожалуйста, то, что сейчас произошло, вот это вот... Я бы не назвал это политическим конфликтом, но, скажем так, политические трения между Молдовой и Россией. В результате у нас проблема со сбытом в Россию. Я сейчас не хочу обсуждать политику, я просто говорю о том, как предприятие спокойно может отправиться в АУД. Запросто. Любой экономический агент может погибнуть очень быстро. Очень быстро. Так это ведь проблема. Это более чем проблема. Так вот, давайте вот от этого вашего примера все-таки вернемся к структуре ВВП Республики Молдова. Ну вот, на последний период времени. У нас, если мы берем по составным, по ресурсам ВВП, из каких ресурсов этот ВВП складывается, то там налоги составляют менее 16%. Менее 16%. Роль промышленности в ВВП меньше 15%. Роль сельского хозяйства, в котором занята примерно треть трудоспособного населения, дает ВВП только 12,2%. Ну, вы знаете, я тут с вами не соглашусь совершенно. Но это данные официальные. Я не про данные. Дело в том, что вот это разделение на сельское хозяйство и на промышленность, я знаете, на кого сошлюсь? На Менделеева. Хорошо. В 1900 году он выпустил книгу «Учение о промышленности». Он там красным по белому написал уже тогда. Разделение на сельское хозяйство и на промышленность в данных условиях уже давным-давно не работает, потому что нынешнее сельское хозяйство уже давно является отраслью промышленности. Хорошо. Так это ведь тогда было сказано. Вы представляете, прогресс научно-технический с тех пор. В качестве примера я вам приведу Голландию. Маленькая страна с маленькой территорией. Вы знаете, что они производят, я думал, они там производят в сельском хозяйстве продукты с высокой добавленной стоимостью. Тюльпаны, знаете, как это, сыры и так далее. Они картошки производят больше, чем Белоруссия. Каким образом на такой маленькой территории? Потому что у них сельское хозяйство это промышленная технология, понимаете? У нас вот это вот разделение на сельское хозяйство и на промышленность, оно давным-давно устарело. Проблема состоит в том, что наше сельское хозяйство по многим показателям является по-прежнему допотопным. Я не хочу обижать наших производителей, которые инвестировали много. У нас очень много было сделано от холодильников и так далее. Но я имею в виду не по отдельным пунктам, холодильники, новая техника, новые сады, а в целом, как структура, она еще довольно архаична. Возможно, это вопрос, который вы сейчас обозначили, с моей точки зрения, является вопросом достаточно серьезным, очень специфическим. Им надо заниматься как бы отдельно, вряд ли в рамках нашей передачи. Я просто хочу сказать, что те перекосы, которые... Мы можем объединить сельское хозяйство с промышленностью, вопрос не в этом, и назвать это производственной сферой. Какая разница, в городе или в селе. Назвать это производственной сферой. Если мы прибавим там меньше 15 к 12, мы получим 27. Равно мало. Это не просто мало, это просто потрясающе мало. Это потрясающе мало. Будем говорить, что у нас производство как таковое, производственная сфера, дает очень мало. Вот. Поэтому наш главный резерв все-таки... Мы вернемся еще к налогам. Но главная наша сфера, это все-таки производство. И вот здесь еще есть несколько как бы явных перекосов, которые зафиксированы много лет и нашей статистикой, и всеми документами официальными. У нас все-таки преобладает импорт настолько, что экспорт с ним никак не может потягаться. Наш экспорт. Но это мы выходим на ту проблему о том, что у нас фактически построена экономика потребления. У нас не экономика производства. Совершенно верно. У нас экономика потребления. Но когда потребление на 70% обеспечивается импортом, да, у нас наблюдается определенная тенденция снижения доли импорта. Но она сегодня остается на уровне 70%. Это высочайший уровень, который делает нам отрицательный торговый баланс. Отрицательный. И портит нам абсолютно всю картину, ну, с точки зрения наших возможностей. Ну, потому что у нас в статистике не указан главный наш экспортный товар. Да, рабочая сила. Совершенно верно. Рабочая сила. Которая, собственно говоря, и покрывает своими переводами эту разницу. Да, отчасти да. Совершенно верно. Отчасти да. Кстати, вот интересный вопрос. Сделаем небольшую такую ремарочку. В 2000-х годах еще при власти Компартии поднимался вопрос о том, что наша страна должна наконец-то перейти на какие-то контрактные взаимоотношения с другими странами в плане обеспечения условий, прав наших граждан, выезжающих туда на работу. Отчасти в каких-то формах это сделано. Но в целом и в общем эта проблема не решена. Тоже, кстати, вот еще один вопрос. Это чисто задача государственных органов. Это не задача тех людей, которые выезжают на взаимодействие. Безусловно. Это межгосударственные отношения. И учитывая количество наших работников, допустим, в той же Италии, в той же России, отчасти в Израиле, можно вполне в Германии договариваться и решать эти вопросы. Да, кое-что было решено, но то, что решено, это капля в море от того, что нужно решить. Нет, но если нужно решить вопрос голосования, этот вопрос быстро решился. А если речь идет об обеспечении повседневных прав, это решается хуже. Ну, здесь я вернусь к тезису из предыдущей передачи о том, что современная система научилась выдавливать из бедняков голоса в свою поддержку на выборах. Это уже работают настолько отлаженные технологии, что как бы тяжело не жилось людям, с учетом тех порогов явки на выборах, необходимые голоса будут выдавлены, даже если уровень жизни упадет еще на сколько-то процентов. Да, но это уже отдельный вопрос. К великому сожалению, это так. Но я все-таки хочу вот здесь еще подчеркнуть два аспекта той темы, которую мы обсуждаем. Это недостаточное финансирование образования и здравоохранения. То есть все познается в сравнении. Очень часто говорят, валовый внутренний продукт на душу населения. Мы не можем посчитать наше население. Сколько мы считаем, вот эта цифра 3,5 миллиона это утопия. Никаких 3,5 миллионов нет. И уже даже в этой стратегии говорится о том, что эта цифра 3,5 миллиона должна быть грамотно пересчитана. К реальным потребностям человека. Но мы же считаем ВВП на душу населения. Ну вот тот показатель, который на сегодня есть, порядка там 1300 долларов на душу населения. Мы далеки от всех абсолютно. Мы проигрываем болгарам в 4 раза, румынам в 5. Вообще-то мы стали проигрывать многим странам Африки уже. Ну я беру соседние страны, с которыми у нас как бы определенные мы любим в Болгарию ездить на отдых. Румыния это наши соседи. И более того, это ну как бы страна, с которой исторические там очень серьезные связи и так далее, многоплановые. Но я все-таки вернусь к образованию и к здравоохранению. В Европейском Союзе считается, что на здравоохранение должно идти примерно 10% от ВВП. 10%. Румынов критикуют за то, что у них 5,2. 10, 5,2. У нас 2. 2. У нас 2. Поэтому, когда мы говорим о том, что нам надо качественное образование и так далее, вот пока будет сохраняться такая, я понимаю, что наши 2% не могут быть соизмеримы с 2% в Румынии. Не, ну не важно, все равно. Но доля-то одинаковая. То есть мы от нашего ВВП, от нерумынского берем. Даже если мы сделаем как в Румынии, то будет в 2 раза больше, чем получают сейчас. Совершенно верно. И речь ведь идет не только о зарплатах, речь идет о вложении в здравоохранение, в образование. Вот эти две ключевые отрасли, они являются фундаментальными. А образование вообще является одним из основных ресурсов устойчивого экономического развития. Ну а что касается здравоохранения, мы видим сейчас ситуацию. То, что система здравоохранения не справляется с ситуацией, сразу бьет по экономике. Совершенно верно. И у нас нет никаких оснований полагать, что мы уже достигли дна и дальше будем всплывать. Пока таких оснований нет. Нет, мы не всплывем, потому что система здравоохранения работает в принципе неправильно. Это уже очевидно. Кстати, вот мэр высказался сейчас недавно. Он говорит, все отделения забиты людьми с легкими ОРЗ. Потому что у человека паника, он вызывает скорую, скорая констатирует у него ковид. Хотя у него легкий ОРЗ, который он мог бы дома, ну или у ОРВИ в легкой форме. Но его везут в больницу, соответственно больница забивается и так далее. Я сейчас не хочу критиковать, я хочу просто сказать о том, что организация и логистика здравоохранения – это один из важнейших параметров ее успешности. Несомневно, несомневно. У нас в этом плане тоже огромные проблемы. Я бы эту данную информацию немножко подверг сомнению. Потому что я, например, начиная с марта прошлого года, практически ежедневно анализирую ситуацию у нас в республике с этим ковидом-19. У нас в республике, в Румынии, в Болгарии, в России, в Израиле и в ряде европейских стран. Просто для сравнения, чтобы понимать, каково наше место и так далее. Ну, вне всякого сомнения, положение дел в республике Молдова достаточно серьезное. И независимо от того, у кого на самом деле ОРВИ, с выявленными тестами процент инфицированных ежедневно у нас сейчас колеблется от 15 до 20. 15 до 20 чего? Процентов от тестированных. То есть, если мы, допустим, условно говоря, 100 человек протестировали, то 15-20 человек дают положительный тест именно по ковиду. То есть, этих людей надо лечить. Ну, смотрите, чтобы мы не входили в саму эту проблему, мы вернемся к нашему. Ведь суть проблемы в другом. В возможностях системы здравоохранения. Все правильно. На нас свалилась проблема. Кто ее должен решать? Система здравоохранения. Конечно. Соответственно, она должна обладать возможностью компетенции для того, чтобы решать эту проблему. Если она не справляется, соответственно, это означает, что система организована не совсем корректно, либо в ней недостаточно ресурсов. Да, совершенно верно. Скорее всего, есть и то, и другое. Но то, что по исходя из данных государственного бюджета и сравнении с тем, какой процент идет на нужность здравоохранения и образования, мы можем с вами совершенно твердо констатировать, что доля финансирования образования и здравоохранения в Республике Молдова является существенно заниженной. Резервы – это не только гибкое налогообложение, это прежде всего борьба с неформальной экономикой. Причем борьба не в плане пулеметов и автоматов и так далее. Ну, мы об источниках не будем говорить. Мы говорим пока о социальных проблемах. Ну, тут вещь, это совершенно очевидно в плане того же здравоохранения. Мы же не говорим о том, что, например, пожарники, да, у нас, извините, исчерпан лимит на выезды на пожары. Ну, это же был бы нонсенс, если бы пожарники так отвечали бы по телефону, когда бы ему звонили и говорили, что пожар. Но в системе здравоохранения не только у нас, во всех странах СНГ, да и не только. Интересная ситуация. Извините, но у нас исчерпан лимит на койке. Извините, у нас исчерпан лимит на операции, потому что мы не можем вас положить, потому что эта ситуация ненормальная. Человек либо защищен системой, либо не защищен. Поэтому мы здесь можем сделать с вами промежуточный вывод о том, что то, что началось у нас в начале прошлого 2020 года, является вызовом не только для республики Молдова, а для всего человечества. Согласен. Относительно готовности к вот таким чрезвычайным ситуациям, за которыми стоят и экономический рост, и человеческий потенциал, и все остальные характеристики. Да, причем, что тревожит, это то, что идет постоянная попытка дать упрощенный ответ на ситуацию. Вместо того, чтобы анализировалась система здравоохранения в целом, дается упрощенный ответ. Сделайте то-то, то-то, вся проблема будет решена. Но это не решает проблему, на самом деле, если проблема системная. Но давайте мы на этом остановимся, чтобы мы не углублялись в эту проблему. Несомненно, ведь если даже вот брать то, о чем мы тезисно в самом начале передачи сказали, то тут еще как бы целый пакет проблем и вопросов, которые имеют прямое отношение к человеческому потенциалу, к человеческому развитию. Если мы хотя бы возьмем ту же окружающую среду. Ведь у нас в нашей жизни все взаимосвязано. Нельзя одно совершенно отделить от другого. Все находится во взаимодействии, во взаимосвязи, и из одного вытекает следствие в другое. Согласен абсолютно. То есть достаточно сказать о загрязнении водоемов, почвы, воздуха, а это напрямую связано с другими проблемами, как экономического, так и чисто социального характера, абсолютно. Ведь то, что мы сегодня не можем обеспечить человеку качество жизни с точки зрения элементарных условий жизни, начиная от воздуха во многих населенных пунктах воды, и это совершенно очевидные вещи. А как мы можем говорить о качестве жизни, о здоровье, о иммунитете и так далее? Да, это интересная ситуация. Мы имеем современный построенный дом с евроремонтом, я бы сказал, даже вип-дом, а вокруг него воздух таков, что, собственно говоря, дышать им вообще-то невозможно. Это, конечно, полный нонсенс с точки зрения здравого смысла. Валентин Михайлович, спасибо вам. У нас, к сожалению, передача не безразмерная. Мы на самом деле эту проблему с вами даже еще не раскрыли, не то что полностью, даже и, наверное, я думаю, процентом на 50, только обозначили. Мы ее обозначили. Но я надеюсь, что мы вернемся с вами к этой проблеме. У нас, к сожалению, в Республике Молдовия на эту тему не так много специалистов и не так много политиков, которые готовы говорить именно на социальные темы. В основном у нас либо внешняя политика, либо геополитика, либо чистая экономика. А вот социальный аспект, который является на сегодняшний день важнейшим, без которого, собственно говоря, современной экономики практически уже нет, к сожалению. Но я надеюсь, что мы с вами продолжим этот разговор. С удовольствием. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что если у вас есть какие-то комментарии, пишите, пожалуйста, с удовольствием любую критику мы здесь принимаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!